да что ты говоришь отплыви плыви тогда вопрос заключался в чем в лаборатории до глобальная волна и превращение человека потому что что я хотел добавить вначале вам не было такое категоричное отношение ко всему того что ты говорил что ты способствовал моему превращению внутри меня стояла какая-то такая женская гордость что вот я сама я сама перешла я сама там что-то начинать делать вот буквально недавно ко мне пришло это понимание того что почву и атмосферу все равно она создалась так или иначе это глобальная волне мне потребовался год в принципе наверное чтобы расслабиться остановиться осознать что происходит потому что у меня было чувство загнанности какой-то запутанности могла требовался что прослабиться распутаться темпы обучения на глобальной волне нет темпы обучения то есть великобритания штата сармона а вот и то есть что выйти из этого стресса чтобы выйти из этого стресса из этой запутанности все схемуришься об этом вспоминаешь у тебя даже вот мимика стереотипов навязанных предрассудков потому что что происходит на глобальной волне люди гибкие это самое тяжелое особенно оставаться в возрасте гибком мыслящим человеком я вижу как людям которым уже очень сложно поменять свои мнения свои взгляды которые были выстроены в юности или там я не знаю впоследствии и несмотря на то что ярославу 43 он очень гибок он очень открыт как бы новым взглядом превращением там я не знаю стилем вот и поэтому большая ему благодарны за то что он поддерживает меня поддержала моем переходе потому что даже его мама до сих пор но несмотря на то что уже довольно много времени прошло постоянно там предлагают и чаю еще каких-то вещей которые я уже не ем а вот я сам к этому нормально отнесся поэтому как бы глобальная волна это волна головная боль с плеч купил ботвы ананасы и все и девушка счастлива но тоже как бы это твоя правда но с другой стороны то есть не знаю у меня есть такие друзья которые несмотря на то что как бы это проще они там начинают а с тобой ничего не случится как ты будешь рожать давай сначала рожает в контеке будешь переходить как вообще можно привлечь как можно как бы нечистым телом и разумом привлечь какую-то ну осознанную душу если можешь так сказать наоборот этот переход есть ты ищешь свой второй планик но не ищешь как бы планируешь ее встретить я очень самодостаточный человек поэтому мне очень хорошо то как сейчас есть я не знаю то что будет завтра искать я никого не ищу то есть и планировать что-то это с моего опыта это одно из самых бесполезных если хочешь размешать бога расскажи свои планы и стараюсь делать свою жизнь и день максимально эффективным не всегда получается но планировать и там что-то как вы планируете связать свою жизнь глобал вы в смысле как я планирую сейчас уезжаете там будут различные переезды по планете оля интернет все помочь и писать рисовать все по вдох по вдохновению да и пожелания нас там будут красиво кто-то тоже не видишь вылечить они являются женщины 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 Это как будто как ёлки ростут. Внизу? Ага. Ну, водоросли. Они вообще как ёлки. Как ёлки. Нет? Как ёлки. Ну, ёлки в тени. Не знаю, ты потом опять скажешь, а ещё хочу добавить. Ну, давай, что ли, ёлки. А? Не, вроде уже всё. Ну, просто включишь, что будут зрители. Зрители тянучку. А да они занимаются там своими делами. Ну, представь, что учёный какой-то, своей лабораторией сидит, над чем-то думает. Ну, он включил вот такой видеосюжет. Птички поют. Блондинка. Блондинка купается. Чё-то лопочет. Ну, а чё? Чё лопочет? Чё лопочет? Это в мире животное. В мире животное. Конечно. В мире джунглей. А? В мире джунглей. Недавно песню вспомнила я с детства. Вечером в среду, после обеда. Что-то джунгля зовут, нужно будет её найти. Кстати, многие люди говорят, что после просмотра сюжетов... Вот Наталья Рублёва, например, делала дома омлет с зеленью, с лимоном и с мёдом. Отлично. Вот Сергей, с кем мы ездили в Говору, говорит, он стал пить воду, воду с лимоном. Кто-то начал заниматься спортом, кто-то стал обливаться. Женщина какая-то писала, говорит, что после купания она стала дома обливаться. Отличная тема, отлично. Это и есть новый вид пропаганды. То есть, когда ты не рассказываешь, слышишь про физкультуру, а ты видишь неких... Нет, это безусловно. Practice what you preach. То есть, если мы говорим об этом, мы обязательно должны это практиковать. То есть, Руба вообще об этом не говори тогда. Ну вот. Нет, ну это тогда здорово, да. Ты у нас... Вот для этого сюжета эти и есть. Понимаешь, даже если из 7 миллиардов несколько человек... Ой, ну это прекрасно, конечно. Сделают какие-то выводы, значит, сюжет уже не зазря попал в сеть интернет. Девочка, которая из Гонконга начала бегать. Девочка из Гонконга начала бегать? Да. Ну вот в 5 утра. Ну то есть, она, находясь рядом со мной, питалась фактически исключительно фруктами, хотя они очень много едят мяса. Вот, и она говорит, сказать, прям, ты... Ну, я не знаю, может, я с таким удовольствием съесть фрукты елась. Они очень классные фрукты. Бывает так. Ну, я сама очень подвержена примерам, да. То есть, если я вижу что-то и вижу, что это привычка, которую я хочу перенять. Ты тут, ну, прям, самое лучшее, что может быть, видишь, и ты ее перенимаешь. Вот. Слушай, погода очень теплая. Ой, нежная, нежная. То есть, не жарко, легкий ветерок, приятное солнце, прям, идеально. Безжарно. У меня уже лицо загорело, я все разделька смотрю. Ну, мы на голове не ходим. Ну? Почему мы на голове не ходим? В смысле на голове не ходим? Ну, вот иногда так переворачиваешь, смотришь, что это вверх ногами, так прикольно. Ну, почему ты на руках не ходишь? На руки слабые. Ну, и так переворачиваешь? Особенно отражение в озере очень классно. Как в голове все смещается и в глаза. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Румуальдес сидит в своей лаборатории. Он хоть побывает с нами на природе. А где он? В Москве сидит? Нет, он в Литве. А, в Литве? Конечно, он сидит там над приборами, чахнет, ходит только на обед. Бедный. Ну, не бедный, там у него тоже есть природа, но все равно блондинка такая щебетчущая. Я смотрю, я слышу, у него акцент такой приятный. Я думала, это у него какой акцент? Латышский? В Латвии или Литве? Или Литве ты сказала? Что это все правильно? Белочка. А? Белочка. Начальница? Уже нет. Уже нет? Уже нет. Как тебе Переславль-Залеский? Расскажи, ты же не рассказывала свои впечатления о Переславле-Залеском. Больше всего понравился музей Чугаса. Вообще, бомба, молодцы. А музей паровоза? Музей паровоза, он очень мужской. То есть, мы не покатались. На дрезине нет? Нет, очередь полтора часа. Вот. Ну, очень большие машины. Мне не очень интересно было. И тем более, я на таких паровозах каталась в Америке, где серебро рудники, как называется на русском, добывают? Прииски. На серебряных приисках? Ну, можно так назвать. Да там что-то еще было, потому что мы заезжали в тоннель, и то есть мы на вот этих паровозах, которые стояли там как агрегаты, просто экспонаты, мы на них катались, на старинных. Причем они специально сделаны так, что кажется, что вот-вот развалятся, но, то есть гибкость балок и всего, она создает это ощущение дикого риска. Особенно, когда ты проезжаешь над каким-то таким оврагом, это было в Колорадо. Вот. И музей паровоза мне не очень. Музей у тебя, да. Слушай, вот хорошая тема, когда вот находишься на площадке, вокруг люди занимаются спортом, и камера берет крупный план того, кто занимается спортом, но дети идут, например, кто-то купается, да, и блондинка щебечет, и что-то расскажет, жизненную историю какую-то из своей. Да? Да. Это и есть вот стиль Global Wave. Мне очень понравилось городище, да, то есть холмы около синего камня. Так-так. Я там был, понимаю, о чем вы говорите. И... Это искусственный отвал, возможно, Кушлев. То есть озеро почти правильной круглой формы и в виде шляпы. Вот Александр Юрьевич говорит, это, ну, стопроцентный признак искусственности происхождения этого озера. Ну, интересные легенды про этот камень. Ну, легенда-то понятна, что человеческая молва там наговорила чего угодно. Мне понравились ощущения, мы туда забрались или лежали. Так, расскажите о ощущениях. Вы забрались, вы лежали на синем камне. Нет, на синем камне там сплошной срач и очень много народу. Холм. Холм, да. На холме. Поставили крест наверху. Да, поставили крест. Так, так. Вот. Мы там рассвет встречали. Прекрасно. Ну, говорите. Вот. И возможность просто туда забраться и подлежать. Во-первых, подъем довольно крутой. Ну, с той стороны, где мы поднимались, довольно крутой был подъем. Вы ощутили, как инопланетяне извлекли из этой породы мегатонны ценных рассеянных элементов? Нет, не ощутили. Не ощутили. А что вы ощутили? Было вам видение, как спускается звездолет, как оттуда выходят человеческие? Или роботы? Это, может быть, роботизированные системы были? Нет. Нет, не было. Так. Было просто какое-то спокойное ощущение принадлежности к своей земле. Не знаю, может, конечно, это настроение... К космосу. К своей земле. К своей земле. У тебя разве есть здесь что-то свое? Ну, я родилась в Евразии. Ну, это условно, как бы, к своей земле. Ну, да. То есть, мне кажется, это был настрой Влада, человек, который нас возил, что это место силы, и оттуда начинается история земли русской. Ну, и в таком роде. Естественно, наверное, оно для мозга не прошло мимо. Хотя накануне мы разговаривали о том, что... Ну, я рассказывала его дочери Насте и брату Денису. Мы ехали в электричке. О том, что каждое народе, каждая нация хочет быть единственной, уникальной, прекрасной, неповторимой. И предоставить доказательства того, что человечество произошло именно от этой нации, а не от какой-то другой. Вау. Поэтому я стараюсь немножко помягче к этому относиться, с пониманием того, что каждая нация хочет быть уникальной. Не, ну в своей какой-то области каждая нация своя чем-то уникальна. Нет, ну, то есть вера в Россию у меня непосредственно остается очень сильной, и я не исключаю этот факт, что... А на чем вот это жиждется? Вот ты понимаешь, ведешь речь о толерантности и говоришь о вере в Россию. А что вера в Россию? Россия всех спасет. Почему? Ну, те разговоры, которые я слышала в России, фактически я не слышала нигде, нет того ощущения и понимания глобальности и заботы непосредственно о всей планете. Рыба, рыба, рыба. Да, так, так. Или можете для гушки? Останьте сюда. Так. Что-то на заднем фоне лес был. Угу. Так. Вот. Ну, и мне кажется, невозможно быть в проекте без этого ощущения. То есть те разговоры, которые здесь ведутся, и те люди, которые... Читают доклады, рассуждают. То есть, ну... Мне кажется, нужно быть роботом и совершенно холодным человеком, чтобы этим не пропитаться, этого не прочувствовать. Не обязательно все понимать, я далеко не все понимаю, и признаю это, но это входит в вены, в жилы. Ну, смотри, в некоторых твоих речах проходит, что у людей должна быть ответственность, люди должны быть ответственны за себя, что если у человека нету дома, нету еды, нету работы, это он сам виноват. Когда это мне прослеживалось? Она подошла к тому моменту, когда она может создать условия, чтобы у каждого, чтобы человек был без лишений. Да. Чтобы каждый человек был без лишений. Да. А кто-то говорит, а что это я должен за свой счет кому-то там дом, как бы это... Типа, он плохо учился, он плохо работал, почему мы должны думать... А Африка, вот они там плодятся как-то, почему мы должны способствовать? Вот твое какое мнение. Можем ли мы брать на себя прерогативу Всевышнего и выступать регуляторами? Тут не прерогатива Всевышнего, тут личный индивидуальный поиск каждого смысла в жизни. То есть, если кто-то может спать спокойно, ему будет совершенно наплевать на то, что происходит с соседями, ну, это как бы его право. Я рада за людей, которые пришли в религии и настолько там счастливы, без остатка, что им больше ничего не нужно. Я очень много ходила по церквям, мечетям, синагогам, приходам, там, костюмам. Ну, как бы, бесконечно вот это какое-то непонимание, недовольство толстовское, оно не привело меня к той гармонии, которую некоторые люди находят. Ну, то есть, так или иначе, выделяется группа людей, которые недовольны тем, как они живут. Ну, то есть, они не могут спать спокойно. Это вот пастернаковское, да, что человек не может быть абсолютно счастлив в настоящем моменте, потому что пока он будет тут счастлив, у кого-то там убивают, насилуют там ребенка или происходит какое-то шокое несчастье. Да, и поэтому он, в принципе, там не имеет никакого морального права быть счастливым, потому что он может быть, ну, он может способствовать изменению как бы положения там на другом конце. И поэтому такие люди, как там пастернак и подобные, они всегда были, они есть, и это не прерогатива Всевышнего, это просто, мне кажется, то есть баланс Вселенной, Земли, что, ну, эти люди балансируют с другими. И тут будет, так или иначе, какая-то борьба-не-борьба за создание других условий, условий изобилия на планете Земля. Вот, то есть, ну, по сути, это тот же, благотворительность, по сути, это тоже какое-то проявление эгоизма, это можно так сказать, потому что, что это такое, что человек, человеку хорошо от того, что он помогает другим, кому-то хорошо просто от того, что он ест пельмени, кому-то просто хорошо от того, что он там растит ребенка, а кому-то нужно очень много, чтобы ему было хорошо, в том числе и занятие благотворительность, и вот, поэтому тут практика. Вот, тут такой момент. Маржи, пришли маржи. Полумаржи. И глобальная волна, получается, именно собирает фильтруют с тех людей, которые, ну, не то, что не могут спать спокойно, а им бы хотелось вот что-то еще, что-то большее. Какой месседж? А то сюжет уже 23 минуты. Мы плавно переросли уже. Скоро поем в Говорову. Будем сидеть вот так вот на пруду, рыбачить. Я включу 4G, и будем так-то вести разговор о жизни. На рыбалке в прямом интернет-эфире. Медитация в прямом интернет-эфире. Ну, делать то, что идет, как это сказать, гармония с собой, чтобы... Ну, потому что на Земле и так есть природный баланс. И ни в коем случае не заглушает в себе чувства таких людей, так очень мало побывать. Ну, то есть, это, как бы, все, конечно, какие-то рассуждения, но, в конечном счете, наверное, на таких людях все и держится. Разложение общества именно идет от того, что каждый под себя крепит. Давайте, тут взятые. Тут взятые? Хорошо. Вот, просто, ну, если... может помахать другой рукой другой рукой слушай нужно это телефон 4g но смартфон 4g и с внешним трансплокатором чтоб камера была вот этот надо реализовать тоже телефон ты можешь положить и ты можешь вот так но он передает из руки ты снимаешь и сразу ты находишься прямом интернет эфире народ собирается Чего плавает? Коротко. Вот черненькие, видишь, это будут лягушки. Видишь, маленькие черненькие? Это лягушки. Мошки там, мошки всякие. Вон головасики уже появились. Ничего, на площадку? Да, это будет. Так, по-разному. Так, на том берегу, там, и вот. В чем смысл жизни одного головасика? Головасик плывет такой и думает. И в чем смысл моей жизни вообще? Нету смысла никакого. Мне кажется, это не порог. Ты думаешь, я... Не порог, а... Головасик так не думает? Не, мне кажется, все живые существа, кроме человека, живут счастливы. Ну, то есть они не задумываются. Ну, правильно. Человеку-то сознание для чего дано? С одной стороны, это огромнейший инструмент продолжать быть счастливым, а с другой стороны, это инструмент оказаться глубоко несчастным. Ну да, это вывод. Ну, у вас трекоза. Угу. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok